Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, что делать с такой проблемой, если я боюсь и опасаюсь людей на улице. Дело в том, что я всегда была впечатлительной, но такой проблемой раньше не замечала. Я стараюсь не читать негативные новости, тем более не смотрю страшные фильмы, иначе неделя без сонных ночей обеспечена. В последнее время мне стало страшно от всего. Я недавно узнала, что из моего городка девушка, которая была блогершей, была всегда открытой и веселой до последнего, в последний момент совершила самоубийство, прыгнув с высоты. После этой истории мне стало страшно, потому что я такая же слабая в душе девушка, боюсь, что в один момент не выдержу каких-то трудностей, а в будущем и то же самое я совершил с собой. Меня эти абсурдные мысли пугают. Также, когда я иду по улице в виде какого-то человека, опасаюсь, стараюсь не идти слишком близко к нему, а помало ли достанет, он носит и нанесет какие-то вещи. При виде собак тоже всплывает картину, как они на меня нападают. Сама я не боюсь этих мыслей, понимаю, что это бред, но это не помогает мне от дискомфорта и от воздействия этих мыслей в голове. Они мешают мне жить сейчас и делают мою жизнь мрачной. Я понимаю, что все это ненормально, но не знаю, как поменять мышление, что можете посоветовать в такой ситуации, скажите, пожалуйста. Автора вопроса зовут Дарья. Соответственно, я буду прощаться именно так, по имени Дарья. Вот, и, значит, соответственно, давайте как-то вот по порядочку пойдем, да, то есть, ну вот, именно по порядочку попробуем разобрать и рассмотреть ваши ситуации, ваши истории. Значит, в первую очередь, вы боитесь людей. Это в какой-то степени проблематика личной границы. То есть, вам достаточно тяжело, судя по описанию, как-то вот, ну, скажем так, отделять или отделить себя от других людей. Вот, поэтому, а, страх других людей, это традиционно, личная, это, м-м, личная граница. Но, это же, еще, и страдающая самооценка, то есть, это проблема самооценки, сейчас проблема самооценки, вот, поэтому человек боится людей, как правило, когда, когда, когда есть вот такой подспутный страх, что как-то вот меня оценят, а я себя оцениваю не очень, и вообще я сама по себе не очень, вот, поэтому я как-то вот людей побаиваю. Это глобально. Но, в вашем случае, ситуация не совсем обычная, не совсем простая. В вашем случае, ситуация, так скажем, несколько усложняется тем, что вам кажется, что на вас нападают, что вы спрошите самоубийство, что вас покусают собаки и так далее. Здесь, на мой взгляд, достаточно много связано с историей про подавленную агрессию. То есть, все это, это про подавленную агрессию, то, что вы, то, что вы описываете, по крайней мере. Вот. Почему? Почему? Почему это про агрессию? Потому что картинки, вот, возникающие, возникающие у вас картины насильно, которые вы описываете, это как раз таки довольно сильно. довольно сильно напоминает историю о вашей сдерживаемой агрессии и злости на кого-то. Ну, как правило, так и происходит, когда человек пытается себя сдерживать, например, он, ну вот, он, допустим, пытается сдерживать злость, потому что, ну, считает, что нельзя проявлять злость. А то, ну, будет что-то, очень что-то плохое будет, вот. В этом, ну, вот, в этом случае, вот, в случае, если человек как-то, вот, злость проявит, да. Вот. Поэтому здесь история вот именно про то, что вам, у вас много подавлены злость и агрессии, в том числе, вероятно, и по отношению к себе. То есть, мне видится ситуация какая? Изначально вы обесцениваете себя. Ну, обесцениваете, может быть, слишком такое слово, да, слишком категорично. Изначально какая-то негативная тенденция по отношению к вам идет отвал, что какая-то вы не такая, да, что слабая вы и так далее. Это вначале. Затем, это, как часто бывает, трансформируется на других людей. Переносится на других людей, и вы себе это запрещаете. Вы знаете, что, ну, нельзя на других людей, да, там, может быть, злиться и так далее. И вы делаете следующее. Вы приписываете, что они накажут вас. Вот. Потому что вы наказываете себя. Ну, вы считаете, что вам есть, так скажем, за что себя наказывать. Вот. Это сто процентов не так. Но вы считаете, что оказывается. То есть вы себя сдерживаете, то, что вы сдерживаете, то, что вы сдерживаете, в итоге приписывается другим людям. Вот. Соответственно, такая история. Нужно смотреть, где вы себя сдерживаете. Учиться, то выражать. И устраивать, таким образом, несколько более гармоничные, гармоничные, так скажем, отношения с людьми. В противном случае ситуация может быть достаточно проблематичной. Вот. Второй момент, который лично мне бросился в глаза. Второй момент. связан с тем, в первую очередь, что, ну, вот, собственно, чем наполнена ваша жизнь. Что она из себя представляет. Чем вы занимаетесь, увлекаетесь, что вам нравится. Это тоже важный момент. Потому что, как мне показалось, исходя, опять же, из того, что вы описываете, ваша жизнь не очень-то вам интересна. Вот. И я, поэтому, хочу вас спросить. Вам ваша жизнь интересна? Вас ваша жизнь устраивает? Вам ваша жизнь нравится, вообще, вот, ну, вот так вот, если подумать? Что бы вы, как, что бы вы хотели изменить в ней? В своей жизни, я имею в виду. Это очень важный момент, чтобы вы понимаете, да? Вот. И на это я бы тоже хотел, чтобы вы обратили свое внимание. Потому что, без этого, вам просто, ну, а зачем? Зачем вам менять в ней? Вот вы говорите, что мне это мешает жить, ну, вот, вам мешает жить, словно говоря. А что бы вы делали, если, если бы вам это не мешало? Вот, что бы вы делали? Чем бы вы занимались? Чем бы вы увлекались? Что вы будете делать, если этих мыслей не будет? А ведь вам это важно. И не просто так, на мой взгляд, на вас так сильно повлияла история с блогершей. Совсем не просто так. А вы, скорее всего, следите за, ну, за блогерами. У вас есть какие-то любимые, любимые блогеры. И опять же, опять же, поймите правильно. Плохого ничего нет. В том, что у вас есть любимые блогеры, которых вы смотрите на здоровье. Вопрос в том, насколько они вам важны. Понимаете? Вопрос в том, насколько меня это определяет. Понимаете, в чем штука? И вот, как раз, судя по вашему описанию, то, что я могу сказать. То, что вам всегда определяет достаточно сильно. А связано это именно с тем, что ваша жизнь вам не достаточно интересна. Вот, что я и пытаюсь вам, собственно, сказать. Это может быть неприятный случай, я понимаю. Но я хочу сказать, что чем-то ваша позиция вам выгодна. Потому, что она дает вам право на осторожность. Но вместо тем, она дает вам право на пассивность. То, что я ничего не делаю. Я ни с кем не общаюсь, я не заводил новых контактов. Я не ошибаюсь. Я не сближаюсь с людьми, потому что не могу быть отвергнутой. Тогда. Я не сближаюсь с другими людьми и не могу быть отвергнутой. Мне кажется, именно этого вы боитесь. Понимаете? Вот. Именно этого вы боитесь быть отвергнутой и ошибиться. Вот. Понятно, что я могу быть не прав, что сейчас это просто моя гипотеза. Но исходя из всех данных, которые вы предоставили, я сделал бы именно такой вывод в первую очередь. Что вам интересно? То есть как бы, ну, боитесь вы людей. Да? Там, беспокойтесь вы, что там, не знаю, что, ну, что что-то сделаете с собой. Да? Неприятно. Безусловно. Вот, безусловно, это неприятно. Ну, вы бойтесь, как бы, бойтесь, ну, что вы будете что-то с собой сделаете, бойтесь. Но, как мне кажется, вы не просто боитесь. Вас это тормозит. Ну, то есть, вас это останавливает. Вам это не позволяет действовать, ну, по жизни. Так, как, например, вам бы хотелось. И вот это один из ключевых моментов. Вот. К сожалению. Это очень важный момент. Потому что, так, вы, скорее всего, выстраиваете глобальную, общую теорию, вот эту стратегию, простите, своей жизни. Ну, и, всё, и, как бы, вам хорошо. Всем хорошо. Зачем всё это менять? Вот. Просто таким образом подумайте об этом. Я не настаиваю, но порой мне тебя будет. На этом всё. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Психологи советов не дают. Здесь не только менять мысление нужно. Вот. Здесь работа с теми аспектами, которые я озвучил. И лучше всё это делать в психотерапии, а не давать какие-то советы. Потому что завсоветов ничего не изменится. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Надеюсь, что ваши трудности будут разрешены самым лучшим образом. Субтитры создавал DimaTorzok